Здравствуйте! Вот хорошо, что сегодня такая хорошая погода, она как-то немножко сглазит тяжесть нашей темы. Все мы здесь собравшиеся выходцы из 20 века, века, который, к сожалению, войдет в историю, в том числе понятием Холокост. Ну а для тех, кто сегодня здесь сидит, эта тема особенно трепетная, и каждый, наверное, периодически задается вопросом, ну, глядя в будущее, естественно, понимая, что что-то ждет наших внуков, детей, а можно ли было избежать этого кошмара? Кто все-таки подталкивал, кто помогал, способствовал вот этой катастрофе? И закончился ли Холокост окончанием Второй мировой войны? Не было ли дальше продолжения в нашей с вами Родине, в Советском Союзе? Вот на эти вопросы, конечно, ответов, наверное, разные, различные есть ответы. Материалов на эту тему скопилось на сегодня уже довольно много. Правда, материалы иногда противоречивые. Вот в сегодняшней подборке, которую вы увидите на экране, ну, мы преподнесли какие-то из них, может быть, не самые удачные, но нам показалось, что они достаточно выразительные. И хотелось бы, чтобы вы, глядя на экран, сами себе задавали эти вопросы, анализировали то, что вы видите, и попытались на них ответить. И, может быть, потом высказали свое мнение. Так как же все начиналось? Наибольший интерес к сионизму проявила Великобритания, ощущавшая себя великой державой, имеющей право решать судьбы мира. Это произошло в конце Первой мировой войны, когда Антанта брала верх над центральными державами. Германия, Австро-Венгрия, Оттаманская империя и Болгария терпели поражение. Британские войска под командованием лорда Эдмонда Алленби громили турок, под властью которых находилась Палестина и вообще значительная часть Ближнего Востока. В войсках Алленби сражались солдаты еврейского легиона, добровольцы, съехавшиеся из разных стран. 31 октября 1917 года на заседании британского кабинета министров обсуждалось будущее Палестины. Уже было решено, что Оттаманская империя лишится всех своих завоеваний. Судьбу находившихся под ее управлением народов и территорий решали победители. Правительство Его Величества постановило, что после войны Палестина станет британским протекторатом и еврейский народ получит там право начать новую историческую жизнь. Министру иностранных дел лорду Артуру Джеймсу Бальфору поручили уведомить об этом решении британских сионистов-евреев, считавших, что они должны вернуться в Палестину, откуда их когда-то изгнали. Знаменитая декларация Бальфора от 2 ноября 1917 года это письмо министра иностранных дел, адресованное лорду Олтеру Ротшильду, президенту сионистской федерации Великобритании. В письме Бальфора, одобренном после долгого и бурного обсуждения британским правительством, говорилось. Я очень рад уведомить вас о полном одобрении правительством Его Величества целей еврейского сионистского движения, представленных на рассмотрение кабинета министров. Правительство Его Величества относится благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели. Формула «национальный очаг» была подобрана с дипломатической осторожностью. Что же это было такое? Обещание помочь евреям создать собственное государство или всего лишь намерение обеспечить им некую автономию в Палестине? Толковать формулу «национальный очаг» можно было по-разному, в зависимости от собственного желания и настроения. А настроения британского правительства менялись в зависимости от политической ситуации. Иногда утверждают, что англичане в принципе не имели права делить чужую землю и отнимать Палестину у арабов, что Израиль – чужеродное тело в сердце арабского мира. В реальности Палестина принадлежала тогда Оттаманской империи. Державы-победительницы считали, что итогом Первой мировой войны должно стать предоставление независимости народам, томившимся под чужим игом. Это происходило и в Европе, и на Ближнем Востоке. Оттаманская империя распалась, и благодаря этому появились такие арабские страны, как Ирак, Сирия, Ливан. Ни сирийцы, ни иракцы, ни ливанцы не возражали против того, чтобы европейские державы таким образом распорядились их судьбами. Другое дело, что решения, принимавшиеся державами-победительницами, конечно же, не были идеальны. Поэтому, скажем, сирийцы получили свое государство, а курды – более многочисленный народ, чем палестинские арабы – нет. В рамках глобального переустройства всего региона восстановление еврейского государства в Палестине воспринималось как естественное дело. Изгнанные из Палестины евреи упрямо стремились вернуться. Еврейские общины всегда существовали на палестинской земле. В Иерусалиме евреи жили на протяжении всех столетий с одним перерывом, когда город захватили в хрестовости. За сто лет до появления Израиля в 1844 году в Иерусалиме жили 7 тысяч евреев, 3 тысячи христиан и 5 тысяч мусульман. К концу 19 века Иерусалим населяли 28 тысяч евреев и 17 тысяч мусульман и христиан. В момент провозглашения Израиля в Иерусалиме жили 100 тысяч евреев, 40 тысяч мусульман и 25 тысяч христиан. Верховный Союзный Совет предоставил Великобритании мандат на Палестину, в первую очередь с целью притворения в жизнь декларации Бальфора. Эти положения были включены в мирный договор с Турцией, подписанные в Севре, рядом с Парижем. С этого момента обещание создать национальный очаг для еврейского народа стало международно признанной обязанностью Англии. 51 страна, входившая в Лигу наций, предшественница ООН, утвердила этот мандат. Британским властям предписывалось создать такие политические, административные и экономические условия, которые наилучшим образом обеспечат создание еврейского национального очага. Однако очень скоро политика Англии в Палестине изменилась. Англия сделала ставку на арабов. Именно это нарушение Англии, принятых для себя международных обязательств по созданию еврейского очага в Палестине, явилось предпосылкой к дальнейшей катастрофе европейского еврейства. В 30-е годы у многих сионистов вспыхнули надежды, связанные с Советским Союзом. Советская Россия была первым государством, где боролись против антисемитизма и где антисемитов наказывали. Правда, продлилось это недолго. Евреи создавали театры, газеты и школы, где говорили, писали и учили на едише. Примели еврейские колхозы и еврейские национальные районы. В 1925 году в Москве приняли решение создать еврейскую область на Дальнем Востоке, Биробиджан. Еврейские общины других стран давали деньги на развитие Биробиджана. Сюда перебралось некоторое количество евреев из других стран, вдохновленных идеей свободной жизни на своей земле. Полехали даже из Палестины, где среди евреев царили упадочнические настроения. Англичане по существу отказались от своих обещаний. Но Дальневосточный эксперимент не получился. Место было выбрано неподходящее, малопригодное для развития, да и евреев ничего не связывало с берегами Амура. Другое дело Палестины. Хотя тогда она мало напоминала землю, описанную в Библии. Это было пустынное и унылое место, бесконечно оставшее в своем развитии от Европы. Еврейские переселенцы гибли от малярии и голода. Отчаявшись, уезжали. Оставались самые упорные. Работа была крестьянская, но переселенцы радовались этому. Они считали, что евреи должны вернуться к своему исконному делу – возделыванию земли. Евреи покупали заброшенные никому не нужные земли, тяжким трудом приводили их в порядок. Многие палестинские евреи придерживались социалистических идей. Некоторые члены Хаганы – это еврейские подпольные боевые отряды, из которых впоследствии родилась армия обороны Израиля, ездили в Москву и возвращались назад убежденными коммунистами. Они работали в похожих на колхозы сельскохозяйственных кооперативах – кибуцах. Кибуц – это крестьянское поселение, основанное на коммунистическом принципе. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Молодые евреи из России, Польши, Румынии обильно удобряли скудную палестинскую землю своим потом и кровью. Никогда еще люди не пытались построить счастливое общество на земле такой огромной ценой и с таким самопожертвованием. Часто в Палестину уезжали от отчаяния. «Неделю или больше я вместе с другими молодыми людьми работал в загородном доме», – вспоминал австрийский публицист Маннес Шпербер. «Там временно поселили детей в возрасте от 5 до 14. Все они были сиротами, с их родителями расправили солдаты украинской армии и петлюры. Один человек отыскивал в разоренных городках и местечках запуганных и сголодавшихся детей. Собирал их, доставлял в Палестину». С этими детьми и большими, и маленькими, легко было веселиться, играть и танцевать. Они словно позабыли пережитый кошмар. Но по ночам память настигала их. Они вскакивали, крича от ужаса. Днем эти дети понимали, что им ничего не угрожает. Что даже самые громкие звуки, достигавшие их ушей, не таят в себе опасности. Они могли дальше жить по-детски, беспечно, словно ничего другого и не было. Ни пылающих во тьме домов, ни разгула насильников, грабителей и убийц. Ни криков боли, ни бегства, ни известность, ни одинокого страха, что там, где ты прячешься, тебя найдут. В 30-е годы англичане сделали все, чтобы помешать евреям перебираться в Палестину. Накануне Второй мировой войны, в мае 1939-го, правительство Рамсия Макдональда опубликовало «Белую книгу», ограничивавшую право евреев переселяться в Палестину. Помешав им искать спасение в Палестине, англичане обрекли их на смерть в гитлеровских лагерях уничтожения. К 1938 году в Америке существовала квота на въезд англоязычных эмигрантов из Англии и Ирландии в размере 106 тысяч ежегодно. Однако фактически эта квота не использовалась англичанами и ирландцами. Тогда сионистские организации в Америке обратились к Рузвельту с просьбой переадресовать эту квоту на евреев, беженцев из Европы. Прошел общественный опрос, по которому большинство населения высказалось против евреев. В таком случае Америка решила созвать конференцию международную, на которой бы можно было разрешить этот вопрос. И в июле 1938 года во Франции в городе Эвиан состоялась конференция из 30 с лишним государств, на котором решалась эта проблема. В результате Англия заявила о том, что ее острова перенаселены, о том, что у нее декларацией Больфора была обязанность создать национальный еврейский очаг в Палестине. Она об этом даже не заикнулась. К этому времени она играла только с арабами в свои игры ради Суэцкого канала. Остальные государства, присутствующие на этой конференции, также не выразили желания принимать евреев. Единственная, кто предложил свою квоту, это была Доминиканская республика. Однако в рамках этой же конференции, после совещания с представителями Америки, они сняли эту квоту. На конференции присутствовали немецкие журналисты, которые тут же телеграфировали в Германию о неутешительных для евреев результатах данного совещания. И, конечно, это развязало Гитлеру руки для дальнейшего радикального решения еврейского вопроса. Равнодушие было осознанным. Гитлеровская пропаганда твердила, Германия ведет войну против евреев. Потому среди союзников существовала негласная договоренность помалкивать относительно судьбы евреев на оккупированных территориях, чтобы ни у кого не возникло ощущение, будто объединенные нации сражаются ради их спасения. Говорили, что обращение по поводу евреев только обозлит нацистов. В реальности Гитлер опасался реакции Запада. Вполне вероятно, не решился бы умертвить 6 миллионов человек, если бы Черчилль и Рузвельт его прямо предупредили. Вы жестоко поплатитесь за истребление евреев. Публичное обращение союзников, как минимум, произвело бы впечатление на страны-союзницы Германии. Они не стали бы выдавать своих евреев немцам. Но мир молчал. Фюрер убедился, никто не помешает ему уничтожить всех евреев. Мы хотим посмотреть на историю Третьего Рейха, а именно на те годы, когда катастрофа только зрела. С 33 по 39. Глазами Кабалы. Глазами Баальслама. Сегодня встретил знакомого пастора. Его тоже записали в евреи. Предки понвели. Какое счастье, что погромы и ужас, черная форма СС, завтра все это будет позади. Завтра. Меня зовут Густав Шродер. Я капитан. Мой теплоход называется Сент-Луис. Завтра, 13 мая 1939 года, он отчалит из Гамбурга, чтобы доставить на Кубу 930 еврейских беженцев. Кое-кто из них уже прошел через Дахау в Бухенвальд. Родина великодушно разрешила им взять по 10 рейхсмарок. Это где-то 4 доллара. Прорва денег, чтобы начать свою жизнь с нуля. Поехали. К примеру, судьба пассажиров пассажирского лайнера Сент-Луис, вышедшего из Гамбурга на Кубу и не нашедшего там приюта ни в Америке, ни на Кубе. Субтитры подогнал «Симон» Через год после уничтожения Варшавского гетто, 20 июля 1944-го, группа немецких офицеров предприняла попытку убить Адольфа Гитлера, чтобы предотвратить поражение в войне и остановить преступления, совершаемые Третьим рейхом. Участник сопротивления, капитан-барон Аксель фон Дэм Буша, говорил потом, что если бы он и его товарищи не увидели, как нацисты убивают мирных граждан, не было бы и заговора против Гитлера. Капитан Буша был трижды ранен и много раз награжден. Командование вермахта считало его героем. 5 октября 1942 года на его глазах расстреляли большую группу украинских евреев. И он сказал, что готов убить Гитлера, даже ценой собственной жизни. Его спросили, а сможешь? Ведь ты дал присягу фюреру. Буша ответил, что присяга основана на взаимной верности. Гитлер первым ее нарушил. Он преступник. Ему вторил потомок древнего рода граф Петер Йорк фон Вартенбург. До капитана Буша гестапо не добралось, а графа приговорили к смерти. Перед казнью он писал родным, что вступил в антигитлеровский заговор из чувства вины, которая лежит на всех нас. До войны в Варшаве было полмиллиона евреев. После начала войны добавилось еще 200 тысяч беженцев. Всех нацисты согнали в гетто. Это был целый квартал, огороженный высокой кирпичной стеной. Вот все, что осталось от этой стены. В 1939 году на территории Германии оставалось около 200 тысяч евреев. В основном стариков. После захвата Польши в руки немцев попали еще 2 миллиона евреев. С каждым новым территориальным приобретением еврейское население под властью нацистов увеличивалось, усиливая расовый фанатизм вождей Рейха. Немецкие власти решили ускорить уничтожение польских евреев, чтобы сэкономить продовольствие. За 4 месяца убили почти миллион человек. Значительную часть погубили здесь. Люди в Варшавском гетто были обречены, но не сдавались. Создавали подпольные боевые организации. Но где взять оружие? Искали помощи у польского сопротивления. Генерал Стефан Равецкий из армии Краевой приказал поделиться оружием с евреями. Приказ не был исполнен. Самого Равецкого предатель сдал гестапо. Принято считать, что жители оккупированных территорий помогали немцам вынужденно, спасая собственную жизнь. Нет, это делалось без принуждения, по доброй воле. На этом месте в польском городке Вилюня до войны находилась большая синагога. Евреи составляли треть населения города. Не осталось ни синагоги, ни евреев. То же самое происходило на всех оккупированных территориях. Как правило, местное население было довольны, что соседи исчезли. Но как вообще стала возможной такая бойня? На глазах у всего мира. Способен ли был кто-то спасти узников варшавского гетто и вообще европейских евреев? Или мир ни о чем не подозревал? Это западная Белоруссия, город Ивенец, вернее его окраина. Вот в такой же летний день в 1942 году сюда собрали со всей округи евреев и расстреляли. Такое полномерное уничтожение евреев шло по всей оккупированной территории. И информация об этом по разным каналам поступала и в Соединенные Штаты, и в Великобританию. Но этим сообщениям не очень верили. Рассказы о концлагерях воспринимались как большое преувеличение. Такого просто не может быть. В 1943 году беженец из Германии попал к члену Верховного Суда Соединенных Штатов Феликсу Франкфуртеру. Он поведал видному юристу об уничтожении евреев. Выслушав его, Франкфуртер, сам еврей, скептически покачал головой. Я вижу, что вы считаете все это правдой. Но я просто не могу в это поверить. Но в Лондоне знали о лагерях уничтожения. Вот запись заседания правительства. 14 декабря 1942 года кабинет министров обсуждал широкомасштабное уничтожение евреев в Польше. Министр иностранных дел Энтони Идден сообщил, что нет точных сведений относительно того, что там с ними делают. Но известно, что евреев свозят в Польшу из других оккупированных стран. Премьер-министр Уинстон Черчилль спросил, есть ли какие-то подтверждения массового уничтожения? Как это происходит? Прямых свидетельств нет, ответил Иден, но есть косвенные. Похоже, это правда. Но не могу сказать точно относительно методов. Знаю, что евреев отовсюду везут в Польшу. Значит, у них есть какая-то цель. В марте 43-го, за месяц до восстания в Варшавском гетто, британский министр иностранных дел прибыл в Соединенные Штаты. Обсуждался и вопрос о судьбе беженцев. Представители еврейских организаций умоляли Идена от имени союзников обратиться к Гитлеру с предложением. Позволить евреям, раз уж он так их не любит, покинуть оккупированную немцами Европу. Иден отверг идею как фантастическую. Союзникам не хотелось обращаться к Гитлеру с таким предложением. Ну, как он согласится, и союзникам придется взять на себя заботу о нескольких миллионах человек. Министр отверг и предложение снабжать продовольствием умирающих от голода евреев. Объяснил американским дипломатам, а что если Гитлер поймает союзников на слове? Где взять столько судов, чтобы вывозить евреев или доставлять им продовольствие? После прихода Гитлера к власти евреям нужно было бежать из Германии, а бежать было некуда. Ходят разговоры о том, что сионисты тайно договорились с нацистами. Разжигайте антисемитизм, нам это только на руку, все евреи побегут в Палестину. «Заявление о сотрудничестве сионистов с нацистами – это абсолютная чепуха», пишет известный британский историк Уолтер Лакер. Ни один еврейский Молотов ни разу не сидел с нацистами за одним столом. Президент Рузвельт обратился к американцам с посланием, в котором говорил об опасности, исходящей от стран, где не существует ни демократии, ни религии. А нацистам формирование антигитлеровской коалиции казалось явным доказательством существования всемирного еврейства, которое управляет западными державами. Гитлер не мог понять, что объединяет эти страны. Видел только одно объяснение. Евреи сплачивают всех врагов Германии, значит, всех евреев нужно уничтожить. Евреи пытались бежать в соседние страны. Швейцария закрыла границу. «Дас бот ист фоль» – лодка переполнена. Так говорили швейцарцы, заворачивая людей на границы и обрекая их на верную смерть. Швейцария отказала во въезде примерно 30 тысячам беженцев. Гитлер опасался реакции Запада, но ничего не происходило. Мир молчал. И фюрер убедился в том, что никто не помешает ему просто уничтожить всех евреев. Первого выстрела, принятого в один день решения, не было. Это был процесс, в ходе которого высшее руководство рейха поддерживало и развивало инициативу подчиненных. Гитлер старательно избегал письменных приказов. Но его доверенные лица, прежде всего Гиммлер, тонко улавливали пожелания фюрера и немедленно их исполняли. 19 апреля он приступил к исполнению приказа Гиммлера. На территорию гетто ворвались два батальона войск СС. Они должны были отправить всех евреев в концлагерь. Завершить операцию планировалось за три дня. Сопротивления эсэсовцы, разумеется, не ожидали. Уверенные в своей безнаказанности, нацисты с предвоенных лет распевали песню «Вонзив еврею в горло нож, ты скажешь снова, мир хорош». Но здесь, в гетто, эсэсовцев ожидал неприятный сюрприз. Но в Варшавском гетто вспыхнуло восстание. Узники сражались отчаянно, и в немцев полетели бутылки с зажигательной смесью. Но эсэсовцы отступили, а потом вернулись поддержанные артиллерией и огнеметами, и люди здесь горели заживо. У страха глаза велики. О каком огневом ударе можно было говорить, когда речь шла о плохо вооруженных людях? Они подняли восстание, понимая, что нет ни единого шанса выжить. Но сражались за каждый дом, за каждый метр улицы. Гетто защищалось почти месяц. Гетто противостояло эсэсовским частям, которые использовали бронетехнику и артиллерию. Вызвали себе на помощь украинских и литовских националистов. Все они чувствовали себя уверенно, убивая безоружных женщин и детей. Толпы поляков собирались поглазеть, как идет ликвидация гетто. С интересом наблюдали за тем, как с крыш подожженных эсэсовцами домов падают горящие люди. Если кому-то удавалось вырваться из гетто, варшавяне загоняли евреев назад. Акция, докладывал Юрген Штроп, Берлин, была закончена лишь 16 мая 43-го года в 2015 взрывом варшавской синагоге. Погибли в боях 7 тысяч защитников гетто и еще 6 тысяч сгорели заживо, когда эсэсовцы поджигали дома. Конечно, политика уничтожения целого народа нуждалась в пропагандистском обеспечении. И евреев изображали существами, в которых нет ничего человеческого. После войны многие немцы, оправдываясь, станут повторять, что Гитлер совершенно задурил им голову. А они, такие доверчивые, ему поверили. В реальности нацистская пропаганда всего лишь высвободила тщательно скрываемые инстинкты, позволила делать, что им хотелось – убивать и грабить. Обычно общество не позволяет уничтожать детей. А тут выяснилось, что это не просто позволено, а даже необходимо. Дело государственной важности. Оставшихся в живых обитателей гетто отправили в Аушвиц и другие лагеря. Была зима, конец 43-го года, записал Лейп Лангфус. Доставили транспорт, одних только детей. Начальник послал команду в раздевалку, забрать одежду маленьких детей перед газацией. Девочка примерно 8 лет стоит и раздевает годовалого братика. Подходит один из команды. Девочка произносит, не смей прикасаться своей рукой, измаранной в крови, к моему братику. Он умрет на моих руках и вместе со мной. Если бы не многочисленные помощники нацистов, сотни тысяч, а может и миллионы людей, остались бы живы. На одного немца из оккупационной администрации приходился десяток местных помощников. В концентрационном лагере Собибор, где служил Иван Демьянюк, которого немцы позднее посадили на скамью подсудимых, небольшому числу эсэсовцев помогали 120 украинских надзирателей. Как бы эсэс и немецкая полиция определили, кто еврей в многонациональных странах Восточной Европы, если бы им не помогало местное население? На оккупированных территориях евреев выдавали соседи. За вознаграждение, которое платили немцы. Или просто получая от этого удовольствие. Националистические идеи в Восточной Европе были сильнее, чем обычно считалось. Многие мечтали о чисто национальных государствах, без чужих, без этнических меньшинств. Румынский диктатор Ион Антонеску и его генералы исключительно по собственной воле убили минимум 200 тысяч евреев. Причем евреи были лишь одной из групп, от которых хотели избавиться. Румыны ликвидировали и цыган, и украинцев. Хорваты под руководством Анты Павеличи убивали не только евреев, но с еще большим удовольствием соседей сербов. Поляки и литовцы ожесточенно уничтожали друг друга. Десятилетиями Европа избегала неприятного разговора об украинских надзирателях, латышских полицейских, венгерских железнодорожниках, польских крестьянах, французских мэрах, норвежских министрах, румынских солдатах. Все они помогали оккупантам. Больше 200 тысяч, не немцев, участвовали в массовых убийствах. Гитлеру помогали, потому что ощутили духовное и идеологическое радство с германскими нацистами. Евреи пытаются бежать в Палестину. В декабре 1941 года 772 беженца-евреи сели на старенькое судно в Марне и вышли в море. Они сумели добраться до Турции. Турецкие власти запросили Антеля. Если беженцам разрешат обосноваться в Палестине, они получат транзитные визы. Англичане ответили отказом. Судно вновь вышло в море и затонуло. Из 700 человек живых остались трое. А в это время в Палестине. Вооруженное еврейское подполье повернуло оружие против англичан. Авраам Штерн создал организацию «Борцы за свободу Израиля». Они исходили из того, что и нацисты, и англичане в равной степени остаются врагами, с которыми придется сражаться. Перемирия в этой войне нет и быть не может. Британцы уничтожили Авраама Штерна в 1942 году. Публике рассказали, что его застрелили при попытке к герсту. А вот американским коллегам англичане рассказали иную историю. Штерна нашли в его убежище. Он был без оружия и сдался. Но британская полиция решила, что такого опасного человека нельзя оставлять в живых. Но боевая группа продолжала действовать и без своего вождя. 6 ноября 1944 года два боевика из группы Штерна застрелили на улице в Каире британского статс-секретаря по делам Ближнего Востока лорда Мойна. Попытались убить и британского верховного комиссара Гарольда Макмайкла. Австреляли его машину, тяжело ранили агитанта, но сам он чудом остался жив. После войны в лагерях были перемещенных лиц на территории Германии, Австрии и Италии скопилось больше 200 тысяч выживших евреев. Многие после разгрома нацистов вернулись было в Польшу, но вновь бежали оттуда. Они не хотели оставаться среди ненавидевших их людей. Особенно после того, как летом 46-го при погроме в польском городке Кельца местные жители уже без помощи нацистов убили 41 еврея. Британское правительство по-прежнему не разрешало евреям переселяться в Палестину. Лондон делал все, чтобы помешать судам с нелегальными мигрантами добраться до Ближнего Востока. Беженцев перехватывали и отправляли в лагеря на кипы. Сменивший Черчилль на посту премьер-министра Клемент Этли требовал принять любые меры, чтобы остановить суда с беженцами. Офицеры управления специальных операций минировали суда, на которые садились бежавшие из Европы евреи. Бен-Гурион отдал приказ Хагане поднять вооруженное восстание против англичан и помочь приезжающим из Европы евреям прибыть в Палестину. Он понимал, что еврейское подполье не в силах одолеть британскую армию, но надеялся привлечь внимание мировой общественности. Бен-Гурион в запальчивости говорил, действия нового британского правительства являются продолжением враждебной политики Гитлера. Отряды самообороны осуществляли диверсии на железных дорогах и пускали ко дну корабли британской береговой охраны, которые перехватывали суда с беженцами. 16 июня 1946 года Хагана взорвала одновременно 9 мостов. Кинув 6-ю воздушно-десантную дивизию, известную своей жестокостью, англичане вели комендантский час. Евреи, задержанные с оружием в руках, приговаривались к пожизненному заключению. Устраивались массовые облавы, арестованных пытали, добиваясь, чтобы они выдали адреса командиров подпольных боевых групп. В ответ боевики национальной военной организации Иргун провели несколько дерзких операций. Они нападали на британских солдат и офицеров, дерзко освобождали заключенных, захватывали оружие. 22 июля 1946 года шестеро членов Иргун вошли в подвал отеля «Царь Давид» в Иерусалиме. Они будто бы доставили свежее молоко. На самом деле это было 500 фунтов взрывчатки. В лучшей в Иерусалиме гостинице располагались чиновники британской администрации и военные. Всякий, сколько-нибудь уважающий себя чиновник, бизнесмен, журналист или политик, приезжая в Иерусалим, останавливался только здесь. Все важные персоны часами сидели в баре, потому что здесь можно было увидеть всех знаменитостей. В «Царе Давиде» сосредоточилась вся политическая и светская жизнь Палестины. Боевики, не желая лишних жертв, сообщили поварам, что заложили взрывчатку. Те бросились бежать с криками, что на гостиницу напали террористы. Англичане открыли огонь по боевикам, одного смертельно ранили, но задержать их не смогли. Слова поваров о взрывчатке англичане высокомерно пропустили мимо ушей. Боевики позвонили в гостиницу, еще раз предупредили о заложенной бомбе и о том, что всех постояльцев необходимо эвакуировать. Англичане не приняли угрозы всерьез. Через 25 минут после телефонного предупреждения прогремел взрыв. Южное крыло гостиницы рухнуло, под обломками погибло 90 человек. Военные во главе с фельдмаршалом Монгомери требовали ответных действий. Монгомери добился ведения военного положения в Тель-Авиве и еврейском квартале Иерусалима. Жизнь замерла. Британское командование надеялось таким образом заставить еврейское население выдать боевиков. Но подполье продолжало действовать. Английская полиция захватила двух бойцов Иргун, которым еще не было 18 лет. Они получили тюремный срок и были еще приговорены к 18 ударам палками. Иргун предупредил британские власти, что этого делать не следует. Упрямые британцы все-таки подвергли порке одного из пойманных бойцов. 29 декабря 1946 года бойцы Иргун захватили врасплох четверых офицеров британской армии. Майора и троих лейтенантов. Спустили с них штаны и публично выпороли. Каждый получил 18 ударов. Такого позора Англия еще не испытывала. Правительство Великобритании не могло допустить, чтобы солдат Его Величества вешали или пороли в Палестине. Британские власти в Палестине отказались от порки как наказание и больше не выносили смертных приговоров. Когда британские власти казнили нескольких подпольщиков, 11 июля 1947 года Иргун поймал двух британских сержантов из подразделения военной разведки. Подпольщики предлагали англичанам обменять сержантов на троих боевиков, приговоренных к смертной казни. Британские власти отказались от обмена. Боевиков казнили и через два дня в Апельсиновой роще нашли британских сержантов повешенными. Британская полиция жаждала мести. Полицейские стреляли по автобусам, по такси, по кафе, где было множество людей. Пятеро евреев были убиты, 16 ранены. Но подполье победило, больше боевиков не вешали. Это стало поворотным моментом. Британская пресса призвала правительство прекратить войну, которую невозможно выиграть военными средствами и уйти из Палестины. 2 апреля 1947 года Лондон заявил, что отказывается от мандата на Палестину и передает решение вопроса о ее будущем организации Объединенных Наций. Англия умылы руки. Американского президента Гарри Трумэна Палестину не интересовала. Это был год выборов. И политическое будущее самого Трумэна рисовалось на мрачных тонах. По опросам общественного мнения, он неминуемо проигрывал будущие выборы. Ему было не до палестинских евреев. Как решит ООН, так и будет. Когда другие великие державы отказали евреям в праве создать свое государство, интерес к Палестине, сионизму и судьбе евреев неожиданно возник у Сталина. 28 апреля 1947 года специальная сессия ООН по Палестине открылась в Нью-Йорке. К полнейшему изумлению сионистов к ним на выручку пришел Советский Союз. Да еще как! Не просто выразил симпатию, а потребовал создания в Палестине еврейского государства. Эта миссия была поручена Андрею Андреевичу Громыко, который в апреле 1946-го Сталин освободил от должности посла в Вашингтоне и утвердил постоянным представителем в ООН, а для повышения статуса сделал еще и заместителем министра иностранных дел. В тот момент пост представителя в ООН представлялся Сталину значительно важнее, чем должность посла. 14 мая 1947 года Громыко выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о Палестине. Его речь была единственным значительным политическим заявлением на сессии, которая должна была исполнить чисто техническую роль – утвердить комиссию по Палестине. Сказав о том, что Англия не справилась с мандатом, Громыко заговорил о том, что с вопросом о Палестине и ее будущем государственном устройстве связаны чаяния значительной части еврейского народа. Андрей Громыко обосновал право евреев на создание своего государства в Палестине. Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания. Общее число погибшего от рук фашистских палачей еврейского населения определяется приблизительно в 6 миллионов человек. Но эти цифры, давая представление о жертвах, которые понес еврейский народ от фашистских агрессоров, не дают представления о том тяжелом положении, в котором очутились большие массы еврейского населения после войны. Огромное количество уцелевшего еврейского населения Европы оказалось лишенным родины, крова и средств существования. Сотни тысяч евреев бродят по разным странам Европы в поисках средств существования, в поисках убежища. Большая часть из них находится в лагерях перемещенных лиц и продолжает терпеть большие лишения. Могут ли объединенные нации, учитывая такое тяжелое положение сотен тысяч уцелевшего еврейского населения, не проявлять интереса к положению этих людей, оторванных от родины и от своих очагов. То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Громыха перечислил четыре варианта решения вопроса. Можно образовать единое государство с равными правами евреев и арабов. Можно разделить Палестину на два государства. Можно создать арабское государство, в котором евреи будут меньшинством. И можно создать еврейское государство, в котором арабы станут меньшинством. Советский представитель высказался за создание независимого, двуединого, демократического арабо-еврейского государства. Но тот же заметил, что если невозможно обеспечить мирное сосуществование арабов и евреев, тогда нужно создавать два независимых государства. 10 мая 1947 года решением Генеральной Ассамблеи ООН была создана специальная комиссия из представителей 11 государств для изучения положения в Палестине и выработки рекомендаций. Через 3,5 месяца, 1 сентября, специальная комиссия представила в ООН доклад. Большинство членов комиссии пришли к выводу о необходимости создать два самостоятельных государства, а Иерусалим передать под опеку ООН. Меньшинство представителей Югославии, Индии и Ирана предложили создать федеративное государство, состоящее из еврейского и арабского штатов со столицей в Иерусалиме. Евреи привнесут на эту землю социальный динамизм и научные методы Запада, а арабы, в свою очередь, добавят к этому индивидуализм и интуитивное понимание жизни. Палестина останется единой землей, на которой могут найти воплощение семейские идеалы. Ввиду важности происходившего, в Нью-Йорк командировали еще и первого заместителя министра иностранных дел Андрея Юнаровича Вышинского. Громык это не порадовало, они друг друга терпеть не могли. Занимая пост посла, а затем представителя при ООН, Громыко привык к относительной самостоятельности. Его злили барские замашки Вышинского. Андрея Юнаровича раздражала природная неспешность Громыко. 30 сентября 1947-го министр иностранных дел Молотов телеграфировал шифром Вышинскому. Вы должны иметь в виду, что когда предполагалось в известной вам директиве для Громыко в качестве первого варианта разрешения палестинского вопроса создание двуединого государства, то это делалось нами по тактическим соображениям. Мы не можем брать на себя инициативу в создании еврейского государства. Но нашу позицию лучше выражает второй вариант упомянутой нашей директивы о самостоятельном еврейском государстве. Поскольку после обследования большинство комиссии высказалось за создание отдельного еврейского государства, вам следует поддержать мнение этого большинства, которое соответствует нашей основной установке по этому вопросу. Директивы для делегации в ООН утверждал лично Сталин. Вышинскому и Громыко было приказано согласовывать свою позицию с сионистами и голосовать в их пользу. По тактическим соображениям вождь велел Громыко высказать идею единого арабо-израильского государства. В реальности же он хотел видеть в Палестине только Израиль. Главная задача состояла в том, чтобы заставить Англию уйти из Палестины. Эта позиция и побудила советское руководство выступить за создание еврейского государства, потому что палестинские евреи были настроены антианглийски и фактически вели войну против британцев. 28 июня 1946 года один из руководителей еврейского агентства для Палестины Илья Хусасон отправил из Иерусалима письмо представителю агентства в Вашингтоне. Советы не могут смириться с тем, что Великобритания пытается разрешить проблемы региона самостоятельно, исходя исключительно из собственных интересов, не подключая Россию хотя бы в той степени, в какой она подключает США. Раздражение русских по этому поводу особенно отчетливо проявилось в момент объявления об отмене мандата на Транссорданию, провозглашение ее независимым государством и подписание военного договора между Транссорданией и Англией, позволяющего последней держать на Транссорданской территории и ее границах военные части. Это соглашение превращает Транссорданию в английскую военную базу, контролирующую весь арабский регион и способную при определенных обстоятельствах служить для Великобритании трамплином, для того, чтобы достичь границ России. Но не имея возможности воспрепятствовать заключению этого договора, Россия пытается сейчас сорвать его путем непрямого вмешательства в решение палестинской проблемы. Советский Союз поощрял любое сопротивление англичанам. Действия евреев и арабов в Палестине, курдов и шиитов в Ираке, политическая позиция в Египте, Ливане и Сирии. Москва ждала, когда Англия не выдержит, и проблема будет вынесена на обсуждение международного форума с участием России. Тогда советское руководство получит возможность влиять на палестинскую проблему и другие проблемы Арабского Востока. Вот почему, считал Ильяху Сассон, нам совершенно не следует опасаться вынесения палестинской проблемы на обсуждение Совета Безопасности или на Генассамблею ООН. Нам не только не следует опасаться, что русские займут враждебную нам позицию, но, напротив, существует серьезное основание полагать, что позиция СССР окажется дружественной. Не потому, что они симпатизируют нам или ненавидят арабов, а исходя из необходимости свести политические счеты с англичанами. Если кто-то и проиграет, это будут в первую очередь арабы и Великобритания. Сианисты уже ощутили первые практические последствия симпатии к ним со стороны советского руководства. После войны Временное польское правительство подписало с советским правительством соглашение о праве выхода из советского гражданства лиц польской и еврейской национальности и об их эвакуации в Польшу. Все граждане Польши, оказавшиеся после раздела страны осенью 1939-го на советской территории, теперь могли вернуться домой. Большая часть польских евреев предпочла не оставаться в Советском Союзе поехала в Польшу. Но быстро убедившись в том, что поляки им совсем не рады, они устремились в Палестину. В принципе, ситуация была неприятная. Недавние советские граждане бежали из страны при первой же возможности. Это был удар по репутации социализма. Но Сталин перенес его спокойно. Приказа остановить эмиграцию в Израиль не последовало. Ориентация Советского Союза на поддержку палестинских евреев была однозначной. Эта позиция и побудила советское руководство выступить за создание еврейского государства, потому что палестинские евреи были настроены антианглийски и фактически вели войну против британцев. 16 октября Молотов телеграфировал Вышинскому в Нью-Йорк новые указания вождя. Мы не видим основания для возражений против колумбийского предложения. С политической точки зрения представляется целесообразным поддержать это предложение, поскольку оно предусматривает, наряду с решением вопроса иммиграции в Палестину 150 тысяч евреев, решение общей проблемы бедствующих европейских евреев. Необходимо, однако, выяснить мнение самих евреев. Если колумбийское предложение их устраивает, вам не следует возражать против этого предложения. Вождь находился в отпуске. После войны Сталин ежегодно проводил на юге 3-4 месяца. В Москву возвращался обыкновенно к 21 декабря, дню рождения. Но и в отпуске Сталин внимательно следил за происходящим в организации объединенных наций. Не один сколько-нибудь важный вопрос. Остававшиеся в Москве члены политбюро не смели решать самостоятельно. Так что шифры телеграммы шли к вождю сплошным потоком. 26 октября Молотов отправил Сталину записку. Вышинский сообщает, что первый подкомитет Палестинского комитета приступил к выработке плана устройства Палестины в переходный период на базе единогласно принятых рекомендаций и доклада большинства специального комитета. План включал в себя отмену британского мандата на управление Палестиной, вывод оттуда британских войск, установление границ еврейского арабского государства и их провозглашение. Молотов обращался к вождю за санкции. Вышинский указывает, что вышеизложенные положения в основном совпадают с мнением представителей еврейского агентства. Предлагаю с предложениями Вышинского согласиться. На сохранившейся в архиве записке помечено. Тов Поскребышев сообщил по ВЧ, что Тов Сталин согласен. В Москве Палестину рассматривали как поле боя между Соединенными Штатами и Англией. Неожиданное вмешательство Сталина превратило Советский Союз в главного игрока в сложной палестинской игре. Сталин распорядился не только поддержать сионистов в организации объединенных наций, но и дать им оружие, чтобы они могли противостоять своим врагам. Некоторые считают, что поводом для создания в Палестине еврейского государства у Сталина были финансовые обязательства советского государства перед сионистскими организациями Америки, которые оказывали эту помощь с целью создания в дальнейшем еврейской автономии в Крыму. Сталин, чтобы предотвратить заселение Крыма евреями, для этого дела предпочел создать еврейское государство в Палестине. Есть еще одна версия, по которой Сталин пошел на создание еврейского государства в Палестине. Это сионистская разведывательная сеть, которая угрожала Сталину в случае несогласия создания государства раскрыть шпионскую сеть СССР в Америке. Итак, в 1948 году Сталин способствует созданию еврейского государства. И вскоре он разворачивает репрессии против евреев не только в Советском Союзе, но и в странах народной демократии. Почему? Дело в том, что это не страх, это месть. И не месть руководства, а месть Джугашвили, Сталина. Почему? Вот этот вопрос требует ответа. Не потому, что он был антисемит. Это было, но это не играло решающей роли. Дело в том, что Сталина обманули и обвели вокруг пальца, за нос схватили и оттащили, протащили вот так. Один раз в его жизни. А кто обманул? Был один такой еврей вот такого роста, который родился в городе Плонск. И фамилия его была Грин. А здесь он называется Бен-Гурион. Бен-Гурион так объехал Сталина на крамой хозяина, что Сталин, прости-то, никогда не мог. Никогда. И евреи советские, в том числе люди из еврейского антифашистского комитета, это была головка советского еврейства. Лидеры, Бихоэлс и другие, скажем так, хотя другие здесь не совсем в порядке. А это было убийство евреев. Депортация, намечавшаяся евреев, это была расплата с евреями за то, что Бен-Гурион обманул, назовем так. То есть выбрал западный путь. Ну, а у меня там есть документы. Надо рассказать, насколько он был западный, не советский. Да, ну ты не знаешь этого. Почитай книжечку, мой дорогой. Это по-инвески. Я знаю, ты не знаешь. Есть документы. Я привожу документы. Котянного возраста. Я привожу документы. Это доклад Голдемир, который возвращался из Москвы в 47-м году через Рим. Она собрала там людей, еврейских лидеров Европы, 27 человек. Один из них был агентом МГБ. И он уже вечером переслал содержание доклада в Москву. Он лег на стол Сталину этот доклад. Голда сказала, да, у нас были намерения следовать курсам Советского Союза, но мы взвесили мы. Это не она, это Бен-Гурион. И решили, что Вашингтон нам гарантирует дальнейшее существование. А Москва нет. История советских евреев, это же тоже часть Холокоста. Это тоже большой кусок истории. Но почему-то в Израиле она как-то всегда не в фокусе. Когда отмечают такой важный день, как-то вспоминают 6 миллионов погибших евреев. Я думаю, это следствие советской специфики историографии. Потому что очень долго не просто замалчивали историю Холокоста на территории Советского Союза, и за нее наказывали. Всей правды мы не знаем, потому что на территориях, занятых немцами, местное население активно помогало нацистам в этой истории. И здесь вот эти новые власти, националистичные власти, что естественно, они тщательно отмежевываются от этого участия в Холокосте. То есть, в отличие, скажем, от стран Германии, Австрии, и тех странах, которые признали, признают это. Ну, Австрия, особя статья, они тоже себя считают жертвами, как и поляки. Да. Да. А Германия признала, поэтому по их поводу все известно. Они покаялись, они очень внимательно к этому относятся. по нескольку раз в год крутят по телевидению список Шиндлера. Там эта тема святая. На Украине, в Литве, особенно на Украине, это с этим очень плохо, и с этим никак не могут смириться. И пока этого не произойдет, пока не будет этого национального осознания того, что было совершено, мы ничего не узнаем. Давид, ваш... Во-первых, вы принесли книги. Принес, да. И расскажите несколько слов о вашем отце, вот Владимир упомянул, и это тоже часть продолжения Холокоста, продолжения борьбы с Холокостом. Да, я вам скажу так, что Холокост должен был быть завершен в январе, в начале, скажем так, 1953 года, не знаю, позже, чуть-чуть, в феврале, это депортация евреев из городов якобы, а евреи, между прочим, в других местах и нежели, они жили в городах. Евреи – это городское население Советского Союза. Значит, выселение намечалось, было запланировано и подготовлена депортация евреев по трем направлениям. Либо в глухую Сибирь, Якутия, те края, либо Биробиджан, который назывался еврейская, автономная, очень приятно. Вот у вас есть, господа, там и живите. То есть вариант разрешить евреям покинуть пределы Советского Союза? Ну, почему поймал. Например, польские евреи выехали, они же обладатели польского паспорта, не рассматривался. Польский паспорт, те евреи, о которых я говорю, это советские граждане. Польские уже уехали, к тому времени их отпустили, они выбрались кое-как, или сидели. Третье направление – это проект «Белая Куропатка», это крайний север. По дороге половина народу вымерла бы. Это мы знаем по тому, что творились с чеченами. Там даже расчеты были. Были расчеты. Были расчеты на то, что половина помрет по дороге. Более того, ребят, там есть вещи, которые, вот ты говоришь о том, что не все известно, не все открыто. Почти ничего не открыто. Будет открыто? Да, я в это верю. Дело в том, что упоминалось с несколькими людьми, довольно, скажем, обладавшим информацией. Это был Булганин, это был Микоян. Они говорили о том, что должны были быть организованы народные выступления по ходу движения эшелонов с вагонами. То есть против евреев? Да, люди выходили, говорят, сволочи. И это расправа, это суд Линча. Это тоже входило в расчеты, сколько по дороге зарубят и убьют. И кто приедет, зимой дело было зима, это конец. А тут получается, что Бангурен так не задумывался над этим, что община огромная в Союзском Союзе, и мы будем... Но это было в 48-м году. То есть он не понимал, на ваш взгляд, тогда, что это было? Он не мог представить себе, что Сталин будет доводить до конца дело Гитлера. Этого, представьте, никто не мог. Ты понимаешь, какое дело? Я знаю, что эти ребята, которые убеждены в своей версии истории, на них не действуют. Их не убедить ничего. Абсолютно ты прав. Не документы, они будут оставаться при своем. Мы это делаем для себя и для людей, которые в состоянии понять написанное, сказанное, которые не зашорены. Это все... Это книга для нас, а не для них. Ну что ж, Владимир Бейдер, Давид Маркиш, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Большое спасибо. Спасибо. Ну вот здесь вот мы немножечко остановимся. И вот по этому поводу, по поводу Холокоста, который Сталин начал в СССР в 52-м году, вот уже начиная с 48-го года, с уничтожения антифашистского комитета и дальше дело врачей, вот особенно в деле врачей и депортации евреев. Здесь вот у самих евреев Советского Союза нет единого мнения. Депортация отвергается по ряду соображений. С точки зрения историка, ученого, полное отсутствие документов, ее подтверждающих на любом уровне. От самого высокого политбюро, архивы, политбюро, ЦК и так далее, когда до Домоуправления депортация миллионов людей, рассредоточенных по всей стране, практически невыполнима. Занятость евреев во многих жизненно важных для государства процессах, промышленности, науки и так далее, тоже ставят под сомнение эту акцию. Сторонники, возможно, депортации считают, что отсутствие документов, ее подтверждающих, не исключает ее выполнение, не умри, Сталин, ранее. Сами же они в качестве своих доказательств используют многочисленные свидетельства разных лиц, якобы хорошо осведомленных и даже бывших очевидцами событий, подтверждающих их версию. 2002 год, осень, мою маму увольняют с работы и полгода мы живем на мою пенсию. В августе месяце у нас был дядя из Москвы, он преподавал в институте, он прямо сказал, что готовится массовое выселение евреев и перевод на Дальний Восток и в Амурскую область. Я с женой для себя мы решили, я договорился и переезжаю на несколько лет на работу в Иркутск, чтобы не видеть всего этого несчастья. Я глубоко убежден, что мероприятие так называемое по отправке евреев на Дальний Восток было, а почему нет официальных документов, а многих нет официальных документов. Сталинский большой архив до сих пор никто его даже не открывал, а там не исключено очень много материалов возможно найдутся, как и найдутся материалы многих людях, которых уничтожили без суда и следствия. На эту тему я убежден, если не на 100, на 95% что действительно планировалось продолжение Холокоста в Сталинском варианте. Я считал много, вот тут правильно сказали, историки они не нашли, но вы конечно им не дали. Вы знаете как скрывалось десятки лет Катынская траедия, убийство поляков, кстати, евреев, польских, в том же 22 тысячи в Смоленской области. Просто и сейчас уверен на 120%. Архивы КГБ понимаете, они не раскрываются, только нужна новая революция, новый приход нового Ельцина, чтобы наконец что-то раскрыли. Я хочу только свидетельство привести, то, что я уверен, что планировалось. Мои родственники, живые, они мне рассказывают, в начале 50-х готовились бараки огромные, вот в этой еврейско-автономной, там, Беребежане, строите. Вот это были бараки типа конституционного лагеря. Спрашивается, на кого они строились. Понимаете, если, конечно, прямых доказательств нет, все косвенно, но косвенных, я думаю, вагон и тележка хватает, что ждало нас, наших родителей, соответственно, нас, если бы этот тиран и бандит вовремя не сдохли. Спасибо. Сталин сказал, что обстановка в мире тяжелая, что он стар, и скоро его работу придется выполнять другие. И тут Сталин заговорил о молотве. Это был шквал обвинений в капитулянстве перед буржуазной идеологией, в ослаблении партии, в пособничестве сионизма. Сталин не прикрыто груб. Товарищ Молотов так уважает свою супругу, товарищ Жемчужину, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному вопросу, как это становится известным товарищу Жемчужине. А у нее есть друзья, которым нельзя доверять. Жена Молотова сослана в связи с так называемым делом Еврейского антифашистского комитета ЕАК. В августе 52-го года процесс над членами ЕАК завершен. Комитет был создан Сталином в начале войны в 41-м году для обеспечения материальной помощи СССР со стороны международной еврейской общественности. ЕАК во главе со знаменитым режиссером Соломоном Михоэлсом задачу выполнил. После войны еврейский комитет со своим авторитетным руководителем приобретает правозащитный характер. По указанию Сталина Михоэлса убивают в 48-м году. 13 руководителей ЕАК расстреляны 12 августа 1952 года. Однако большого публичного процесса из дела ЕАК устроить не удалось. Обвиняемые не признались в шпионаже. Жену Молотова Полину Жемчужину вернут из ссылки в Москву в начале 53-го и опять арестуют. Цель выбить из нее показания против мужа и использовать их в ходе намечающегося процесса над Молотовым. Абакумов уже так же арестован. Невзирая на то, что он, будучи главой МГБ, лично организовывал убийство Михоэлса и процесс над ЕАК, его обвиняют в сионистском заговоре. Абакумову в 52-м году также инкриминируется сокрытие письма врача Лидии Тимошук, несмотря на то, что именно на абакумовской записке Сталину стоит в 52-м принимает участие в исследовании сердца секретаря ЦК Щербакова, умершего в 45-м году. Дело в том, что по кремлевским порядкам внутренние органы всех умерших членов руководства страны в течение 7 лет сохранялись в емкостях с раствором формальдегида. В 52-м году комиссии, а точнее две комиссии исследуют сердце Щербакова и приходят к единому мнению. Лечение товарища Щербакова можно характеризовать как криминально. В сентябре арестовывают первую партию кремлевских врачей. В середине октября арестован начальник кремлевской больницы Егоров. За две недели до него арестовывают его жену. В ноябре 52-го очередь доходит до профессоров Виноградова, вовсе Василенко, Когана. В декабре за ними следуют профессора Фельдман, Темкин, Гринштейн. Уже 4-го декабря 52-го года выходит постановление ЦК КПСС в лечебном деле в постановлении указывается. Документальными данными и признаниями арестованных установлено, что вражеская группа из врачей и еврейских националистов была связана с английским и американским посольствами, действовала по указке американской и английской разведки и готовилась к осуществлению террористических актов против руководителей партии и правительства. Преступники признались, что им удалось умертвить Жданова и Щербакова. В постановлении подчеркивается, что вражескую группу можно было бы обезглавить, если бы вовремя внимание было обращено на заявление товарища Тимошук. 13 января 53-го года в «Правде» публикуется сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей, а также статья под заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессионалов-врачей». Целый мир может теперь видеть истинное лицо каннибалов подручных США и Англии. В статье подчеркивается, что Соединенные Штаты Америки разослали шпионов по всему тылу СССР. То есть речь идет не только о кремлевских врачах. Это массовое повсеместное явление. Поэтому, говорится в статье, наши люди должны бороться с благодушием и самоуспокоенностью. Ротозеев у нас еще немало. Именно это ротозейство наших людей и составляет питательную почву для злодейского вредительства. Вот это слово ротозейство свидетельство личной сталинской правки. Впервые Сталин произносит это полюбившееся ему словцо ротозейство на президиуме ЦК КПСС 1 декабря 52-го года, когда он говорит о атмосфере, в которой легко работается американская разведка. 20 января Лидию Тимошук принимает в Кремле секретарь ЦК Маленков, который от имени Сталина и советского правительства благодарит ее за бдительность. 21 января в газетах публикуется указ о награждении Лидии Тимошук орденом Ленина за помощь в деле разоблачения врачей-убийц. В газетах ее называют великой дочерью русского народа. Ее сравнивают с Жанной Дарк. Еще 13 января с очередной статьей вышла газета «Звезда». «Звезда» уточняет, что речь идет о заговоре еврейских врачей. И опять об американо-английском шпионаже. И опять беспечность, ротозейство и болтовня, плацдармы для врагов. В любых условиях, где советский человек работает, он должен выполнять требования партии быть осторожным. Начинается массовый психоз. Каждый врач рассматривается как потенциальный убийца. Люди повсеместно отказываются от лекарств. Во всех учреждениях проходят митинги с требованием казни преступников. Многие участники митингов предлагают себя в палачи. Предлагают себя в этом качестве и представители медицинской профессии, врачи и даже профессора. Ну, если уж на то пошло, то вот в это же время, в начале 1953-го года, я, по крайней мере, раз 10 слышал в разных местах, где-то до меня доносились разговоры, слышал вот последнюю шутку там, или последний анекдот, что очень много плохого Гитлер сделал во время войны. Но самое плохое, что он сделал, что не всех евреев уничтожил. Вот это люди говорили совершенно открыто и везде, понимаете? Сын замученного профессора Эттингера, историк Яков Эттингер, впоследствии беседовал с бывшим министром вооруженных сил Булганином. По сведениям Булганина, процесс над врачами намечался на 12-15 марта 1953-го года. Осужденных планировали публично повесить на центральных площадях в крупнейших городах страны, что должно было напомнить знаменитую картину Сурикова «Утро стрелецкой казни». Разнарядка по городам уже имелась, публичную казнь на центральных площадях должны были наблюдать жители Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска. При этом в атмосфере массовой истерии и массовой готовности к погромам Сталин для себя изыскивает способ войти в историю в качестве избавителя евреев от стихийной мести. Появляется идея депортации евреев. Депортация должна быть представлена как акт гуманизма, спасения от внесудебной народной расправы. Министр вооруженных сил Булганин подтверждает факт подготовки массовой депортации евреев в Сибирь и на Дальний Восток. На Востоке отстраиваются свежие концлагеря. При депортации планируется крушение железнодорожных составов и так называемые стихийные нападения на поезда. Хрущев вспоминает о разговоре со Сталином на эту тему. Сталин, по словам Хрущева, говорил, что до места назначения должна доехать только половина депортированных. В январе-феврале 1953-го выкристаллизовывается суть всей сталинской комбинации с делом врачей. Следователи выбивают показания о связях арестованных врачей с Молотовым и Микояном. Картина должна быть стройной. Главный враг Соединенные Штаты. Их агенты профессора евреи, которым покровительствуют лица из высшего руководства страны. Плюс пятая колонна из евреев-врачей по всей стране и вообще всех евреев как готовых агентов влияния США. То есть дело врачей помимо антисемитской составляющей ведет к полному и окончательному устранению всего старого сталинского окружения. Это укладывалось в сталинскую логику борьбы с западом, с западным влиянием, имеющий и международный аспект, и внутренний. Он просто хотел, я думаю, на этом деле устроить, во-первых, убрать своих прежних партнеров, Молотова, это известно теперь, и других, и Маленкова, и Берия. Это во многом повторяет сталинскую схему образца 37-го года. И тогда были обвиненные в шпионаже лица из высшего руководства. И тогда были врачи, которым инкриминировалось умерщвление Куйбышева, Горького и сына Горького. Старая закваска разбавлена теперь антисемитизмом, почерпнутым в фашистской Германии. И все это пропитано риторикой холодной войны. Главное же в этом обещанное в финале действо, расправа. О том, что она будет публичной, слухи уже ползли. В отсутствие массовых развлечений телевидения еще нет, да при нищей жизни вдруг ожидается даровое зрелище. И тут на пике предвкушения и истерии Сталин умирает. Анонимка из Москвы. Неужели эти несчастные профессора, если они оказались невредителями, стоят того, чтобы взволновать так умы наших рабочих? А есть письма совсем новые по духу, еще недавно немыслимые. От лица группы рабочих коммунистов выражаем полное недоверие редакции «Правда». В течение двух-трех лет газета вела погромную антисемитскую кампанию, смакуя еврейские имена и доказывая, как фашистский листок, что евреев надо бить, а теперь печатает передовицы о дружбе народов. Вы же проститутки и звери, уйдите, фашистам не место в правде. И еще одно письмо. Как могло случиться, что в Москве в МГБ орудовали заплечных дел мастера? Как в центре столицы мог существовать застенок фашистского типа? Как часто приходится видеть боровоподобных генералов и полковников МГБ, надменных с видом точно они соль земли, поставленные в исключительные условия, получающие не по заслугам тысячные зарплаты и пенсии, машины, путевки, квартиры? Нужен контроль над МГБ, нужна немедленная проверка прежних дел, ссылок, осуждений. И в конце письма приписка. Подписываться хотят все собравшиеся, но многие еще боятся. Все годы советской власти в СССР, как и годы существования Третьего рейха в Германии, приводили к тому, что народ обеих стран превращался в послушное, безвольное орудие в руках обоих диктатов. Из них двоих Сталин первым начал массовое кровопролитие. Миллионы человек пали жертвами его террора. Однажды он сравнил их с боярами, убитыми Иваном Грозным в 16 веке. Кто вспомнит их через 10 или 20 лет? Никто. Кто помнит имена бояр, которых казнил Иван Грозный? Никто. За неделю до вторжения в Польшу Гитлер похожим образом отозвался о Чингисхане. Чингисхан с легким сердцем и по собственной воле убил миллионы человек. Однако в истории он остался только как основатель Великой империи. А кто сегодня говорит об уничтожении армян? Как для Сталина, так и для Гитлера массовые убийства были еще одним оружием в идеологической борьбе. Коммунистическое государство, как и нацистское, становилось выше своих жителей, которые были всего лишь орудием в руках вождя. Безнаказанность стимулирует преступность. Воробощение Польши еще прочнее объединило двух сторонников тоталитарной жестокости. Отряды эсэсовцев уничтожили 60 тысяч евреев и представителей высших слоев польского общества. Гитлер впервые уничтожил столько людей, и это сильно на него повлияло. Он понял, что его сторонники действительно готовы на убийство. Тайная полиция Сталина, НКВД, уже поднаторевшая в массовых расправах, вершила такое же кровопролитие на востоке Польши. Среди жертв НКВД было более 20 тысяч польских офицеров и политзаключенных. Их тела были обнаружены три года спустя. Гитлер считал, что великий замысел не должен быть обременен мелкими деталями. Он решил развязать войну с Россией по тактическим соображениям, но им также руководила его главная идея – борьба с евреями и большевиками. В сороковом году Гитлер почти не упоминал о евреях. Но в сорок первом году в своей традиционной речи, которую Гитлер произносил 30 января в годовщину прихода нацистов к власти, он повторил страшную угрозу, которая впервые прозвучала еще до войны. Если разгорится еще одна мировая война, в результате нее евреи еще больше разбогатеют. Чтобы этого не случилось, мы уничтожим еврейскую расу во всей Европе. Во время бесед со своими генералами весной 41-го года Гитлер четко заявил о своих целях. 3 марта 41-го года Грядет кампания, которая раз и навсегда определит исход идеологической войны. Еврейская большевистская интеллигенция должна быть истреблена. В 20-м веке религиозный антисемитизм сменился этническим. Прежде, если еврей переходил в христианство, он интегрировался в общество. В Германии этот процесс шел быстро и успешно. А нацисты взяли на вооружение этнический антисемитизм, и это определило трагическую судьбу европейского еврейства. Всего за несколько лет немецкое общество согласилось с мыслью о том, что евреи не только чужие и должны исчезнуть из жизни Германии, но и должны быть уничтожены. Какие усилия были потрачены на выявление всех, в чьих жилах течет еврейская кровь? Была создана целая система выявления носителей даже малой талики еврейской крови. Евреи не виноваты в антисемитизме. Это стыдная болезнь самого общества. Если болезнь не лечится, то ведет к полному разрушению организма. Начинается с ненавистью к евреям, а заканчивается катастрофой всего народа. После войны немцы, оправдываясь, твердили, что Гитлер совершенно задурил им голову, а они, такие доверчивые, ему поверили. В реальности нацистская пропаганда всего лишь высвободила тщательно скрываемые инстинкты, позволила делать, что хотелось. Американский историк Дэниел Голдхэген написал ставшую бестселлером книгу о том, как немцы охотно участвовали в преступлениях нацистского режима. Не от того, что им трудно жилось, не от того, что страна чувствовала себя униженной после поражения в Первой мировой. Они ненавидели чужих и не желали видеть их рядом с собой. Гитлер, придя к власти, дал возможность избавиться от евреев, цыган и прочих чужих. И немцы охотно взялись за это дело, потому и уничтожали миллионы невинных людей, безоружных и беззащитных, женщин и детей. Обычно общество не позволяет убивать детей. А тут выяснилось, что это не просто позволено, а даже необходимо. Дело государственной важности. По существу американский историк назвал немцев нацией-убийц. И немцы не нашли в себе силы возразить. После недавних терактов в Европе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к европейским евреям. Евреев опять убивают только потому, что они евреи. Нападения и смертельно опасные антисемистские акции могут продолжаться. Евреи заслуживают защиты во всех странах. Но мы говорим европейским евреям, нашим братьям и сестрам, Израиль ваш дом. Израиль ждет вас с распростертыми объятиями. Главы европейских правительств обиделись на Беньямина Нетаньяху. Хотя министр внутренних дел Франции признал, антисемитизм превратился в социальную болезнь. Министр обещал, мы должны сделать противостояние антисемитизму и расизму нашей национальной задачей. Республика защитит вас. Французские евреи не чувствуют себя в безопасности и уезжают в Израиль. Впервые больше всего евреев эмигрировало из Франции. На втором месте Украина. В Великобритании евреи составляют менее половины процента населения страны. Но страна переживает вспышку антисемитизма. Британский министр внутренних дел Тереза Мэй и министр по делам общин Эрик Пикклс пришли на конференцию еврейской общины с транспарантами «Я еврей». «Я никогда не думала, что доживу до такого дня, когда члены еврейской общины нашей страны скажут, что они не ощущают себя в безопасности», сказала министр «Не будет Великобританией». И вот что бросается в глаза. В странах, где не осознали преступность сотрудничества с нацистами в годы войны, сейчас дикий всплеск антисемитизма и ксенофобии. Никогда еще национализм не был таким сильным и никогда еще не пользовался столь широкой, страстной и сознательной поддержкой как народных масс, так и интеллигенции. Сейчас Израиль готов принять европейских евреев, но массовая эмиграция станет свидетельством капитуляции Европы перед радикализмом и экстремизмом и торжеством яростного национализма. Современный европейский национализм черпает свои идеи из недавнего прошлого. Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что мир делится на полноценные и неполноценные расы. Худшая из них семитская, лучшая арийская, нордическая, германская. Это высокие и сильные белокурые люди с голубыми глазами, уроженцы Северной Европы. Они от природы наделены гениальными способностями. Они создали шедевры мирового искусства и литературы. Но и среди арийцев есть своя градация. Только немцы, лучшие из лучших, способны и вправе управлять миром. Гитлер чувствовал, что немцы, которые со стороны кажутся стопроцентными материалистами, в реальности невероятно падки на листь. Фюрер преподнес им роскошный подарок. Широким жестом даровал всем немцам духовное и культурное превосходство над остальным миром. И что особенно приятно это превосходство, ничем не надо доказывать или подтверждать. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множество людей. Уверенность в том, что они от природы лучше других. Не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами. В их жилах течет особая кровь. Крайний национализм позволяет без зазрения совести убивать людей, которых сочтут ненужными или недостойными жизни. Вот почему в Третьем Рейхе твердили о расовой неполноценности славян. Русских именовали грязными монголоидными ублюдками. Солдат вермахта призывали смотреть на русских просто как на вредных микробов, подлежащих уничтожению. Но эти идеи захватили не только немцев. Гитлер оседлал убеждения немалой части европейцев и выпустил на свободу страшных монстров не только в самой Германии, но и в странах-союзницах Третьего Рейха. И вообще повсюду, куда он мог дотянуться. Даже на оккупированных вермахтам территориях. Расовая иерархия льстила тем, кто немецкой милостью оказывался хотя бы ступенькой выше остальных. Хорватам понравилось, что на этой лестнице они расположились над сербами и босняками. Украинцам было приятно осознавать, что им досталось место повыше поляков. Полякам, что они как минимум выше евреев. И это сознание дарованного от рождения превосходства над другими грело сердца тех, кто готов был помогать Гитлеру. В истории есть страницы, вспоминать которые не хочется. Что за радость смотреть в безжалостное историческое зеркало. Уж больно неприглядная там видится картина, иногда невыносимая. Годы Второй мировой были временем не только рвущих сердце трагедий и поразительного героизма тех, кто сражался против фашизма, но и гнусного предательства. Предателей оказалось немало. На огромных пространствах от Ла-Манша до Кавказа, повсюду, куда немецкие войска приходили и устанавливали оккупационную администрацию, на Украине или в Прибалтике, во Франции или в Голландии, они обнаруживали надежных помощников и прислужников. «Часто мы отворачиваемся от тех, кому угрожает зло, чтобы они сами как-то совсем справлялись», говорил на форуме в Праге председатель парламента Чехии Ян Гамачек. Массовые убийства евреев не имели бы места, если бы им не аплодировали массы порядочных людей. Я верю, что мы больше не станем молчать, когда увидим зло. Выдающийся государственный политик Бисмарк сказал, политика это выбор. Выбор между неприятным и гибельным. Руководители государств, члены Лиги наций выбрали второе. Отказав в приюте ограбленным и гонимым, обрекли миллионы европейских евреев на физическое уничтожение немецкими нацистами и их пособники пособниками на оккупированных территориях. Особую роль в этом преступлении сыграла Великобритания, почти 30 лет владевшая мандатом Лиги наций на управление Палестиной и нарушившая утвержденную Лигой наций обязательства по созданию в Палестине еврейского национального очага. Более того, все это время она активно препятствовала заселению Палестины евреями. Вот они, антигерои Холокоса 20 века, пособники Холокоста. И в заключении. Авторы этой подборки в процессе работы над фильмом пытались разобраться в таком страшном, грозном явлении, пронзившем 20 век и получившем название Холокост. Мы сделали собственные выводы. Вы же делаете свои выводы. субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.